Здравствуйте, в эфире телекомпания Город, программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Елена Долженко, заместитель главного врача Рязанского областного противотуберкулезного диспансера. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Вот сразу первый вопрос. Давайте с вами подведем небольшую статистику. Вот сколько на сегодняшний день в Рязани и в области в целом у нас людей болеет вот эта страшная болезнь туберкулезом? Вы знаете, в последние годы заболеваемость туберкулезом как в области, так и в городе Рязани к великой радости как нас, так и всех жителей нашей области уменьшается. Наши жители стали реже болеть и реже умирать от туберкулеза. Мне хотелось бы даже привести вот просто на цифрах яркие такие примеры, чтобы у людей какое-то появилось чувство все-таки уважения к себе и надежды на то, что все-таки что-то улучшается. Потому что мы живем вот в каком-то постоянном негативе, а мне хотелось бы какие-то все-таки хорошие вещи сказать. Вот если 10 лет назад в нашей области умирало больше 200 человек каждый год, то в прошлом году 72. Но, наверное, это все-таки очень хороший позитивный момент. Так же, как и заболевало около 1000 человек, а в прошлом году чуть больше 600 человек. Однако все равно, конечно, эти цифры еще по-прежнему велики. И поэтому, безусловно, вся наша деятельность, как и средства массовой информации, нашей службы, службы общей лечебной сети должна быть направлена на организацию в максимально короткие и ранние сроки выявить это заболевание. Когда оно еще быстро излечимо, когда еще человек не заразен для окружающих людей. И можно быстро предупредить распространение этой инфекции в окружающей среде. Елена Николаевна, вот динамика положительная, это очевидно, и это замечательно. И тем не менее, с чем же это связано? Что же повлияло на уменьшение количества? Вы знаете, спасибо за этот вопрос, потому что туберкулез – это болезнь вообще всем известная, это социальная болезнь. Если в обществе не все благополучно, то есть мы живем не очень хорошо, не очень хорошо питаемся, у нас нет стабильного достатка, то, безусловно, в этом обществе начинают развиваться вот эти социальные болезни, в частности, например, туберкулез. И когда в конце 80-х и начало 90-х годов, теперь уже прошлого века, произошли довольно-таки серьезные изменения в нашей стране, появились локальные войны, миграция, безработица и так далее, это, безусловно, конечно, сказалось на очень сильном росте заболеваемости туберкулезом. И вот если мы сравним, например, середину 80-х годов прошлого века и вот как, что происходит сейчас, то вот мы потихоньку приближаемся вот к тому благоприятному периоду времени, когда у нас всего было 30 случаев на 100 тысяч населения, а сейчас у нас чуть больше 40 случаев на 100 тысяч населения, то есть мы все равно к этому уже начинаем приближаться. И прошли те страшные годы, когда у нас заболеваемость в области, в относительных цифрах, вот я говорила сегодня об абсолютных цифрах, тысячи человек, важно ведь еще говорить об относительных цифрах, это было 90 с лишним случаев на 100 тысяч населения, а сейчас стало чуть больше 40 на 100 тысяч населения, поэтому, безусловно, конечно, позитивные моменты происходят. Ну и с чем они были связаны? Первое. Мы стали жить лучше. Мы стали, у нас безработица уменьшилась, то есть больше людей стали работать, зарабатывать деньги. Это первый момент. Безусловно, когда только произошел подъем заболеваемости, на всех уровнях власти были приняты очень важные решения. Была принята программа государственная борьбы с туберкулезом. На нашем областном уровне такая программа была принята, на городских, муниципальных уровнях, то есть как триггерная система, то есть везде все это отразилось, начиная от федерального центра и заканчивая маленькими муниципальными образованиями. И, безусловно, это тоже сыграло свою роль. Дальше. Профилактические осмотры. Вы знаете, когда произошла трагедия вот на Чернобыльской аварии, наши профилактические осмотры на туберкулез, ну и в связи с распадом Советского Союза, потому что все разрушилось в то время, охваты были всего чуть больше 40% от всего нашего населения. Опять, в середину 80-х годов, когда и низкая заболеваемость была туберкулезом, охваты были больше 80%. Мы пока не достигли, конечно, вот этого периода 80-х годов, чтобы у нас такой был высокий уровень охвата профилактическими осмотрами. Но все-таки последние вот 3-4 года охват профосмотрами в нашей области хороший, он составляет около 70%. И мне как раз хотелось бы сказать большое спасибо жителям нашего города и области за гражданскую позицию, что они нас слышат и понимают, что от их этой гражданской позиции тоже очень много зависит. Если все мы будем понимать и регулярно проходить осмотры, значит, реже будут выявляться запущенные формы туберкулеза, и, значит, реже будет распространяться эта инфекция в окружающей среде. Вот все очень просто, главное, чтобы человек понимал. Да, это очень важно, да. Вот вы уже затронули тему мигрантов, вы уже сказали, да, в предыдущем вопросе. Все-таки проблема вот эта существует, да, на сегодняшний день? Да, она существует. Какую работу профилактическую вы ведете? По нашим законам ежегодно мы должны проходить профилактический осмотр на туберкулез. Ну и, безусловно, конечно, у нас все равно возникает вопрос, насколько актуальна эта проблема вот в городе Рязани и в нашей области. И здесь мне хотелось бы привести, опять же, две цифры, которые очень ярко отражают ситуацию, которая происходит. Вот в целом по Российской Федерации на долю всех случаев первичного туберкулеза, которые каждый год регистрируются, приходится чуть больше 2% на иностранных граждан. В Рязанской области в прошлом году больше 12%. Вывод какой? Значит, в нашей области чаще, чем каждый десятый, среди всех впервые выявленных, это житель не нашей области, это гражданин другого государства. Преимущественно, конечно, это граждане нашего близкого зарубежья, это бывшие наши советские республики, но все равно каждый год у нас регистрируются случаи туберкулеза и у граждан дальнего зарубежья. Поэтому уж не надо так говорить, что только именно везут из ближнего зарубежья туберкулез. Поэтому можно что опять сказать? Значит, область наша привлекательна. Если к нам едут трудовые мигранты, значит, у нас есть места, где им работать. И, в общем-то, несмотря на то, что это нас огорчает, вот с другой стороны, я горжусь, что к нам едут люди, они едут на работу. Но какая проблема, конечно, нас беспокоит, что, понимаете, по законодательству, и так, каждый гражданин, который приезжает в наше российское государство, в частности, к нам в Рязань, в нашу область, проходит это обследование. И если у него выявляют вдруг туберкулез, ему дается два шанса. Первый шанс – остаться в Рязани и лечиться. Но по законодательству Российской Федерации туберкулез, особенно если это не острое заболевание, ну, это вообще не острое заболевание, оно лечится платно. Или же представляется возможность человеку покинуть нашу страну и уехать на родину и лечиться. Вылечиться, пусть возвращается, мы рады его приветствовать у себя. Все-таки лечение из лечения, и позитивный, скажем так, потенциал нашего региона. Да, безусловно, присутствует. Да, это тоже, очевидно, замечательно. И все-таки профилактические работы с населением проводятся. Значит, профилактические работы с населением, конечно, это имеет основополагающее значение, потому что, ну, недаром существует всем известная намудрость. Предупрежден – значит вооружен. Туберкулез – это излечимое заболевание. Главное, чтобы человек выполнял все предписания врача. Так вот, мы людям должны рассказывать, да, с одной стороны мы можем заразиться, с другой стороны, только 10% из всех инфицированных может в течение жизни заболеть туберкулезом. Это, в общем-то, не так часто. И, опять же, каждый житель нашей области и города должен знать, а тогда что его может подвинуть к этому, к этой болезни. Вот какие факторы должны привести к тому, что вот два человека попали в одну и ту же ситуацию, встретились с больным туберкулезом, один заболеет, другой нет. Почему это происходит? И вот тут хотелось бы, конечно, опять поговорить о том, что вроде бы у всех сейчас набило оскомину, но является это самым важным – это здоровый образ жизни. Потому что это ведет к повышению нашего иммунитета. А если человек с хорошей иммунной системой, то ему никакие инфекции не страшны. В частности, и туберкулез. Я хотела бы пожелать всем жителям нашего города и нашей области здоровья, и я хочу пожелать вам, чтобы вы один раз в год нашли несколько минут времени, дошли до своей поликлиники и прошли флюорографию. Всего вам доброго. Спасибо. Елена Долженко была у нас в гостях. Мы с вами скоро увидимся. Крепкого вам здоровья. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова